В прямом эфире репортера новости в студии Ксения Жарова. Здравствуйте. Мега прорыв на водопроводной. Прошлой осенью одесситы уже проходили испытания трехдневным отсутствием воды. Тогда оно было вызвано плановым ремонтом. Сейчас же горожан настигло аварийное отключение воды. Прорыв трубы в районе первой станции Люздорской дороги оставил без водоснабжения Киевский, Малиновский и Приморский районы. Когда же в кранах появится долгожданный источник жизни, знает мой коллега Юлиан Аксенов. На первой станции Люздорской дороги, где произошел прорыв водопровода, который оставил без воды три района города Одессы, сейчас кипят работы. Специалисты Инфоксводоканала точно определили место разрыва водопровода и готовятся к ликвидации аварии. Вот так выглядит злополучный прорыв водопровода, оставивший большую часть Одессы без воды. На поиск точного места утечки у специалистов Инфоксводоканала ушло несколько часов. Для этого остановили работу сразу двух насосных станций. Именно потому такое масштабное отключение. По словам специалистов, поиск усложнял вот этот рекламный борт. Он мешал начать раскопки. Мы оперативно же сразу уведомили компанию Евроборд о том, что необходимо данную конструкцию срочно убрать с района прохождения наших водопроводных сетей. Однако, к сожалению, эта проблема не так оперативно решалась, как хотелось. Управление рекламы предоставило свою спецтехнику для демонтажа данного счета. Прибыло руководство города, руководство Инфоксводоканала на аварийное место. И совместными усилиями мы смогли к 22.00 освободить место для начала аварийных раскопов. В Инфоксе подчеркнули, что борт был размещен без их разрешения и спровоцировал прорыв коммуникаций. Компания-установщик все отрицает. Бигборд находится от порыва трубы минимум в 5-7 метрах. Причем бигборд был установлен еще в 2012 году, на что есть все документы, законодательные, утвердительные акты. Вчера поступила нам информация о том, что нужно демонтировать бигборд. Предприниматели уверяют, что демонтажом занимались именно они. Теперь компания готовится отстаивать свою деловую репутацию в суде. Тем временем на одесских бюветах небывалый ажиотаж. Сотни людей, лишившись воды, пришли пополнить ее запасы. Чтобы добраться до заветного крана, потребуется около двух часов. Где-то час сорок, вот так где-то. Час сорок где-то, вот так примерно. Очень обозленные люди, пенсионеры особенно. Ну, то есть у людей вообще дома, как бы мы не знали, что проснулись утром, а воды вообще дома нет. И пришлось вот сюда прийти и набрать водички. Ну, надеемся, хотя бы до вечера там исправят эту поломку, потому что это же невозможно. Без воды никак не приготовить, ни в туалет пойти. Тяжело. В огромной очереди бювету в парке Горького есть и дети. Они наравне со взрослыми сейчас заняты решением бытовых вопросов. К слову, на работу школ и детских садов отключение воды никак не повлияло. Уверяют в профильном департаменте. Заклады осветы, соответственно, до действующих санитарных норм, забезпечены добовым запасом воды. И сегодня работают в штатном режиме. Те детские садочки, где есть проблемы, певные, переходят на режим работы очередной группы. На завтра, если ситуация, мы надеемся, что она решится, но если будут какие-то проблемы и еще не будет восстановлена поставка воды, будет организован подвоз и очередные группы работают обовязково. Тем не менее, людей в очередях за водой много. В целом, к сложившейся ситуации все относятся с пониманием и никаких эксцессов в очередях не происходит, уверяет оператор бювета. А же этаж у кранов, говорит она, возник не сразу. Как оказалось, даже при таком масштабном ЧП ситуация с очередями возле бюветов разнится. Возле бывшего кинотеатра «Вымпел» путь к крану куда быстрее. Да и люди не менее уважительны к возрасту. Мы простояли практически минут 40. Наверное, больше. Ближе к часу, наверное. А скажи, как вообще в очереди настроения? Люди не дерутся? Нет, слава богу, нет. Люди все добрые. По крайней мере, в этом бюлете я ничего подобного не видел. А кто-то приходит пропустить, бутылочка? Ну, старушек иногда пропускают, да. Причем спокойно. Как сообщают в Инфоксводоканале, искать альтернативные источники воды одесситам осталось недолго. Ориентировочное время завершения аварийных работ и восстановления водоснабжения – 10 часов вечера. Юлиан Аксенов, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Поножовщина в троллейбусе. Нетрезвый пассажир троллейбуса, поссорившись с незнакомкой из-за багажа, который якобы ему мешал, и ее родственником, который вступился за женщину, взорвался и ударил ножом первого, кто попал под руку. Жертвой чужого конфликта стал 31-летний житель Черноморска. Его госпитализировали с проникающим ранением живота. Разъяренного злоумышленника обезоружили и передали полицейским. Правонарушителем оказался 52-летний, ранее судимый мужчина. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы. Я говорю, женщина, уберите сумку. Я беру ногой, сдвигаю сумку, травня начинает. Если бы вот был тут муж, пробовал бы эту сумку тронуть. Я не помню, как я за тот нож схватился. Один раз я его ударил, чтобы он отскочил от меня, поймулся и ушел. Любашовский Вестерн. В Одесской области полиция задержала подозреваемого, который пытался скрыться на лошади. Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемого в убийстве, совершенном еще в 2017 году. Пытаясь скрыться, мужчина вскочил на коня и попытался скрыться. В результате чего, сотрудниками полиции было застосовано спецзасиб, а именно для отстрела гумовыми кулями. В дальнейшем указанную особу было затримано, а в теперешний час вырешивается вопрос о выборе ему запобежного захода, держать под варту. Отремонтированная в 2016 году дамба Хаджибейского лимана вновь протекает. Были ошибки при выполнении работы или на этапе проектировки, пока не ясно. Также непонятно, кто должен отвечать за качество таких работ, а также поддерживать надлежащее состояние дамбы. Тем временем над частью города вновь нависла угроза экологической катастрофы. Подробности в сюжете Константина Гречанова. Много лет дамба Хаджибейского лимана представляла собой просто укрепленный участок дороги, который постепенно разрушался. Прорыв дамбы грозил бы техногенной катастрофой, пострадали бы десятки тысяч людей. Несколько лет назад здесь возвели полноценное дорогостоящее гидротехническое сооружение. Однако и это не решило проблему. Уровень воды в Хаджибейском лимане ежегодно приближается к критической отметке. Если ранее протекавшие участки защитной конструкции просто заваливали плитами и строительным мусором, то в 2016 году к делу попытались подойти более обстоятельно. Компания Промбудсервис выиграла конкурс и реализовала подготовленный проект по созданию защитной стенки у дороги со стороны лимана. Казалось, что потраченные 42 с лишним миллиона гривен решили проблему на долгие годы. Но в 2018 уже новая дамба дала течь. Кто виноват и что делать непонятно. До сих пор не определен ни статус дамбы, ни балансодержатель. Вопрос-то в чем? Что если бы эта дорога была наша дорога, мы бы уже как-то там что-то бы думали себе. Но они до сих пор не могут ответить, что это такое гидросооружение дамба, как ее называть, КЖБСК дамб, или это все-таки дорога. Понимаете? Они ответить на это не могут. Тем временем эксперты заявляют о необходимости оперативного вмешательства. Ведь в случае прорыва дамбы пострадать могут и транспортные коммуникации, и огромное количество людей, проживающих на территории поселка Большевик и в районе Пересыпи. Они останутся без жилья. К тому же будут уничтожены предприятия, авария на которых повлечет настоящую экологическую катастрофу. Будут разрушены около 20 техноенно-экологически опасных предприятий, загрязнена вся акватория Одесского залива, и, ну, скажем так, может и не обойтись без человеческих жертв. Поэтому, конечно, сейчас хоть что-то нужно успеть сделать до возможных паводков. Очевидно, что проблема должна решаться на уровне правительства. Но готов ли кабинет министров вмешаться в ситуацию – вопрос. Ведь центральные органы власти во многом охвачены предвыборной кампанией, и до проблем регионов руки доходят далеко не всегда. В общем, основная надежда на благосклонность погоды. Ведь до весенних паводков осталось совсем мало времени. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал «Репортер». Область не будет уменьшать расходы по статье «Материальная помощь». Об этом сообщил губернатор Максим Степанов, комментируя информацию о том, что в некоторых районах под видом социальных выплат происходит массовый подкуп избирателей. По сообщению ряда СМИ, матпомощь в размере от 500 до 1000 гривен предоставляется в обмен на личные данные. Починаючи с 2017 года, социальные выплаты, которые есть в Одессе, увеличиваются каждого года. Кількость людей, которым надаются эти социальные выплаты, увеличивается каждого года. Если смотреться на эти публикации, то получается, что мы должны в 2019 году прекратить любые социальные выплаты. Потому что любые социальные выплаты, которые делают, нужно прекратить. И больше того, не только социальные выплаты, нужно прекратить и любые наши программы. Губернатор удивила также недавняя позиция Комитета избирателей Украины, который назвал проект «Мобильная поликлиника» скрытой агитацией за действующего президента. А сам спецтранспорт – стилизованным по цвета партии власти. По словам Максима Степанова, если следовать этой логике, то тогда необходимо отменить ремонт дорог, чтобы это также не посчитали скрытой агитацией. Заболеваемость кори в Одесской области пошла на спад. За прошлую неделю общий показатель снизился более чем на 32%. Заболеваемость среди детей уменьшилась почти в два раза. Об этом сообщили в Облздраве. Показатель госпитализации тоже снизился на 20%. Сложной остается ситуация в селе Шевченково Килийского района, где кори заболели 95 детей. Еще четыре новых случая заболевания у детей зафиксировано в селе Неруша и Татарбунарского района. Пляжные войны в Затоке. На этот раз под застройку попали 16 участков в прибрежной зоне. Всего в нескольких метрах от берега уже успели вырыть котлован и разровнять песок. Местные жители считают, что эти участки выделили еще два года назад на тайной сессии Затокского сельсовета. Владельцы участка, в свою очередь, ссылаются на наличие всех разрешительных документов. Светлана Довжук разбиралась в проблеме. Теперь и море не видать. Отдыхающие летом туристы, выходя с электрички, могут встретиться лицом к лицу с бетонной стеной, которая выросла прямо в 100-метровой пляжной зоне, несмотря на нарушение водного кодекса. Как говорят местные жители, здесь тайком раздали под застройку около 16 участков. Это началось в этом году, хотя процесс был запущен, насколько нам известно, в 2016. Это было принято решение Затовским поселковым советом. Кто его принимал, какие депутаты, нам неведомо, это пусть прокуратура разбирается. Здесь есть участки людей, которые имеют возможность даже купить в другом месте. Я даже не знаю, почему они здесь покупают, зная о том, что на сегодняшний день море сносит буквально все участки, которые построились в таком малом расстоянии от моря. 65 метров. Ширина от платформы до уреза воды 65 метров. 16 метров железная дорога, а остальное пляж должен быть. Они оставляют 15 метров пляжи. Согласно водному кодексу, строительство любых сооружений в 100-метровой зоне запрещены. Прибрежная защитная полоса вдоль моря входит в санитарную зону. На этом месте можно строить только санаторий и другие лечебно-оздоровительные учреждения. Приехав на пляж, нам удалось застать рабочих, которые ограждали участок забором. Один из них сказал, что на этом месте планируется база. Какое здесь будет сооружение? Какого типа? Ну, это будет база, или что это будет? Гостиница, или это будет частный дом. Не хочу. Ну, вы знаете. Вы знаете, да? Ну, микните хоть. Давайте, хорошо. Я убрала камеру. Что там здесь? База. По данным геокадастра, эти участки предназначены для индивидуального дачного строительства. Но как в этих домах будут выводить канализацию, если в принципе в затоке нет, можно только догадываться. Варианта два. Выгребные ямы или прямой путь в море. У людей есть уже правоустанавливающие документы на эти участки, то есть они зарегистрированы в реестре права собственности. Но тут в чем коллизия с законом. На сегодняшний день у нас в государстве действуют законы, которые определяют невозможность здесь строительства. То есть есть такое понятие, как ДБН, СНИПы. То есть ДБН – это державно-будивальные нормы, санитарно-охоронные зоны, то есть которые говорят о том, что вот сзади вас проходит железная дорога, да, в некоторых моментах 50 метров, в некоторых моментах 100 метров нельзя возле железной дороги делать строительство жилых домов. То есть второй момент. От моря тоже 100 метров минимум нельзя проводить строительство жилых домов. Владельцы участков говорят, что все разрешительные документы у них есть. Инспекции Белгороднестровского ГАСК никаких нарушений не выявили. Мы не первые владельцы этого участка, поэтому мы покупали. По закону есть от 20 до 100 метров разрешается строительство, от 20 до 100 квадратных метров погоны. Поэтому вода подходит и отходит, и поэтому постоянно это меняется, поэтому четких границ нет. Здесь мы будем перед участком, будет предусмотрено специальное, делать приспособление, которые тоже вот как здесь стоят, вот нам говорят, что вода может близко подойти. Специальные, ну это будут строители уже этим заниматься, что когда будет прибывать вода, то есть, ну все будет предусмотрено для этого, не то что там... А вот канализация, куда будет? Канализация, как у всех, да, будет вывозная канализация, как у всех здесь, во всех их кооперативе, в том же самом, потому что здесь нет канализации капитальной. Объяснить, что происходит на станции «Морская» просто некому. Исполнительный комитет поселкового совета «Затоки» отсутствует в рабочее время. А дел по развитию инфраструктуры отмалчивается, и где сейчас находится начальник, тоже неизвестно. Так что, вы не сможете выбрать? А почему? Просто не сможем. Почему? Нет номера. Да что вы? Нет номера? Вы уверены, что у вас нет номера? Вы же работаете в одном кабинете. Как-то же вы должны контактировать друг с другом. Так, контактируем на рабочем месте. Местные жители говорят, что без боя пляжную зону не отдадут. Также, по их словам, они не могут получить доступ к детальным планам для их изучения. Местные чиновники навстречу идти отказываются. Если строительство будет продолжаться, будут действовать решительно. Мы и дальше будем следить за ситуацией в «Затоке». Светлана Довжук, Юрий Шенкаренко, телеканал «Репортер». Пожар в одноэтажном жилом доме в селе Красноселка оставил без крыши над головой сразу четыре семьи. Две квартиры выгорели полностью. Соседи предполагают, был поджог. Догадываются и о мотивах возможного злоумышленника. Пока проводится расследование. Проверяются версии. Семья военных с маленьким ребенком нуждается в помощи. Подробнее знает Лилия Горопашная. Андрей открывает дверь в свой дом и приглашает вовнутрь. Но вместо аромата свежей выпечки нас окутывает запах гари. Все равно отсюда начало гореть. В принципе, ветра большого не было. И сюда, сюда, сюда. Ну, как говорил там Василий Максимович, пожарные приехали, не получается. Здесь уже как бы спасать было нечего. Ну, это я уже знал заранее, потому что горело здание деревянное, куча вещей, дерево. Горело все очень быстро. Несколько раз супруги заходили в пылающий дом и пытались вынести хоть какие-то вещи. Забрать удалось немного. Здесь у нас стояла стенка и в барном отсеке были документы. Здесь вот был диванчик, он был как разложенный. Жена что сказала? Жена схватила документы, бросила сюда. Я пока уже выносил телевизор, я видел, что уже эта сторона дома, уже пламя, шифер стрелял. Пламя уже поднималось над крышей. То есть уже был такой пожар. Ну, я понимал, что уже все. Андрей и Маргарита военнослужащие на службе провели полжизни. Своё жильё в Красной Сёлке получили пять лет назад. Здесь же родилась и их долгожданная дочь. Ещё недавно на этом месте находилась детская комната. Сейчас обугленный потолок и обгоревшие стены. А вот здесь находился широкий шкаф-купе, который после взрыва откинуло на детскую кроватку. Трагедию удалось избежать только потому, что двухлетняя Арина в это время находилась в детском садике. Очевидцы подозревают, что пожар умышленно устроил сожитель одной из соседок. Именно в её квартире началось возгорание, а у мужчины якобы был личный мотив. Эту версию сейчас проверяет следствие. Хотел увидеть, что здесь, с этой стороны, что творится. Так выскочил вот сюда, где машина у нас стоит. Я видел, что стоял этот пожарник, вот так, по пояс оголённый. И что-то так смотрел на этот дом, который пылал. Теперь Новиковым предстоит начать жизнь с чистого листа, без средств, своей жилплощади и личных вещей. Андрей рассказывает, за неделю огромное количество знакомых и незнакомых людей уже вызвались помочь. Благодаря им семья смогла снять жильё, но денег всё равно не хватает. Оказать финансовую поддержку семье военнослужащих с маленьким ребёнком, можно перечислив средства на карту, реквизиты которой вы видите на экране. Лилия Гарапашная, Алексей Прокопенко, телеканал Репортер. В Одессе появился новый мурал. За несколько часов одесские художники превратили серую стену в арт-объект. На углу Новосельского и Спиридоновской поселилась девочка, которая спит у окна. Рядом чёрный кот играет с её длинной косой, а в соседнем окне стоит большой кактус. Автор не давал названия данному рисунку, чтобы горожане могли за него сделать это сами. Также художник рассказал, что жители дома сами обратились к нему за помощью. Я очень часто хожу мимо этого места. Тут был такой грязный замызганный угол. И к нам обратились жители этого дома с просьбой придумать что-нибудь на этом месте, чтобы здесь не было поклейки объявлений, рекламы закладок и тому подобных вещей. И мы придумали такой вот эскиз, который, по нашему мнению, органично вписался в эти выштамповки окон. Ну вот как-то так. Последним муралом команды художника была бабочка Махаон. На Балковской стрит-арт команда создала уже более 20 рисунков по городу. Их специализация – животные. Автор обещает, что в будущем в Одессе появятся новые яркие арт-объекты. Мы в этом году тоже планируем что-то рисовать, но это всё зависит от времени, от вдохновения, от условий, скажем так, творчества. То есть будут возможности, будем рисовать, конечно. День Святого Валентина совсем скоро. Именно поэтому в Одесском зоопарке второй год подряд устраивают конкурс на лучшую пару влюблённых. В этом году в любовной гонке лидируют пеликаны, а за второе место началась настоящая борьба между тремя парами. На первом месте у нас розовые пеликаны, а второе место разделяют пока что белые лани и квакши. На третьем – а, также волки они у нас участвуют. Это всё, они там буквально один лайк, там два лайка в разнице. На третьем месте пока что у нас наши верблюды. Проголосовать за самую сладкую парочку можно на страничке Одесского зоопарка в Фейсбуке. Влюблённые, которые наберут наибольшее количество лайков, получат вкусный приз. Победители огласят 14 февраля, а для детей устроят праздничный концерт. И на этом наш выпуск завершён. Оставайтесь с репортером. Счастливо!